Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 489. События дня. 1 Калифина 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Так, это что у нас получается? Всегда было сегодня 15. Ну, правильно. За 14 апреля 2017 года. Владимир Галендухин. Мир вам, Игнат Тихонович. Уральских примите этим летом в лагерь. Моя пасва готова хоть сегодня выезжать. Лето 2016 в Потеряевке для нас было исключительным и поучительным. Многие люди для нас стали просто родными, и поэтому мои ученики снова ждут этой удивительной встречи. Нас будет по количеству примерно так же, как в прошлом году. Саша Буржимский. Готов хоть на все лето остаться в Потеряевке. И очень ему понравилось. А остальные дети все новоначальные. И очень желающие приехать в Потеряевку. По времени мы пока не определились, но, наверное, это будет конец июня, начало июля. Есть ли какие-то изменения в том, что нужно с собой взять, или все остается, как в прошлом году? Спаси Христос. Я отвечаю. Все остается так же, только жить будут уже в домах. А распорядок и все точно так же. Все же пока работайте и наберите хороший коллектив, намного больше прошлогоднего. Пока есть возможность и свобода во Христе. Ну, вчера новый человек появился. Артур Алёхин. Ну, я не знаю, как такое. Пишет заголовок такой. Игнатий Лапкин. Секта Игла. Ну, и главное, он там под именем своим, а тут называет себя проблеск света. То бывает свет Христов, потому что настораживает. А там ничего нет. Или воля Божья там у этого, у Царионова было. И проблеск, но тут как будто претензии небольшие. И по-английски написано. Что написано? Никита, считай. Ну, проблеск света написано. Ну, а дальше-то что написано? Проблеск света. Ну, ты прочитай по-английски. Вот какой-то начинаешь. Вот любишь, чтобы за ним ухаживали. Да я думал, перевод хотите знать? Причем тут читаем по-английски? Ну, ты считаешь, что есть зачем тебе думать? Сказали, считают, начинают думать. Когда написано, там думать не надо. Просто голосом произносить. А, так скажите. Все, не надо еще. Ну, вот так все. Нехороший у тебя дух. Вот теперь я показать хочу этот ролик. Вот, посмотрите. Всем привет. Включай больше. Друзья, вы знаете, что есть? Я думаю, что нет, но почему я должен... Игорь Тихонович Лапкин родился в 1939 году. За свою жизнь успел отсидеть аж три срока. Но все три раза он получил срок за религию, за веру. И, к сожалению, это не выдумки, не сказки и не басни. Действительно, во времена Игнатия Лапкина... В настоящее время он живет в поселке Потеряевка, который с 1991 года восстанавливает своими руками. Сергей Тихонович Лапкин. Сергей Тихонович Лапкин, не слышно? Теперь немножко про поселок. До 1972 года поселок Потеряевка был рассчитан на... Ничего не слышу. Его даже планировали расширить до 700. Но в 1972 году поселок опустел. Он прекратил свое существование, потому что из него уехали все жители. И вплоть до 1991 года, то есть 19 лет, в нем ничего не происходило. Все, что было возможно в нем, разрушилось, сгнило, заросло. Ну и мародеры, конечно, что могли, оттуда вытащили. И вот в 1991 году Игнатий Тихонович Лапкин приезжает в этот поселок, ставит там палатки, образует свою православную общину и с разрешения местных властей начинает восстанавливать этот поселок своими руками. В настоящее время Игнатий Тихонович вместе со своей православной общиной продолжают жить в этом поселке, продолжают его восстанавливать. Ну, конечно, сейчас у них уже есть дома, которые они построили, налажен быт, есть небольшое сельское хозяйство и даже есть детский лагерь. Вы можете спросить, откуда я все это знаю. Ну, во-первых, информация в интернете доступна каждому. А во-вторых, у общины Игнатия Лапкина есть свой канал на ютубе, который называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин», куда они выкладывают ежедневно свои видео. Причем хочу сделать акцент вот на чем. Нам это понадобится в дальнейшем. То ли они не умеют, то ли умышленно это не делают, но они свои видео не монтируют. Их видео выходят каждый день. Длятся они от 10 минут до 2 часов. В них они показывают, чем они занимаются, что у них там происходит, как они работают и так далее. И они просто включают камеру, начинают снимать, потом выключают камеру, и весь этот материал просто выкладывают на свой канал. Вот на этом можно было бы, в принципе, закончить рассказ, если бы не одно «но». Если вы в истории сестра сделаете запрос Игнатия Лапкина, то первые ссылки, которые вы увидите, это «Лжемиссионерство», «Игнатий Лапкин в лапах дьявола», «Секта Игнатия Лапкина» и тому подобное. И здесь мы должны с вами обязательно разобраться. Все-таки община Игнатия Лапкина – это секта или не секта? Для того, чтобы обвинить человека в сектанстве, ну, нужны хоть какие-то доводы для этого. Я, конечно, понимаю, что нашему обществу доводы далеко не всегда обязательны. Можно просто сказать «это белое, это черное». И все сразу начнут повторять «белое, черное». Но мы-то с вами давайте попытаемся разобраться. Мы же с вами адекватные люди все-таки. Существует действительно два фактора, которые, если извратить и поставить их к вам задом, а не передом, то действительно можно сказать, что это секта. Вот давайте эти два фактора и обсудим. Первый фактор – в деревню Потеряевка нежелательно приезжать просто так. Игнатий Тихонович Лапкин категорически против того, чтобы чужаки туда приезжали без разрешения. Сергей, разве не сказал, что тут так не приезжают, только с разрешения? Это действительно странный момент, и я могу его подтвердить. Я написал Игнатию Тихоновичу вопрос «а почему в деревню Потеряевку нельзя просто так приехать? Что там такое? Там какая-то закрытая зона?» На что он мне ответил много чего, ну, в том числе, что категорически запрещено туда приезжать без разрешения. Притом не просто, а написано «категорически запрещается без разрешения приезжать». Наверное, у вас сейчас возникает вопрос «ну а что будет, если я все-таки туда приду? Что со мной сделают?» На самом деле ничего плохого с вами не сделают. Понимаю, я говорю, документы покажите. Сумки у меня. А где сумка-то? На водзале. Документы в сумке? Так разве так делается документы в сумке? Да вот только приехал я. Да не в этом дело. Документы-то в кармане, они не в сумке. На канале Игнатия Лапкина есть видео, когда к ним приходят чужаки. Ну, допустим, заблудились, или пришли с соседних деревень, или просто ради интереса приехали. В принципе, ничего страшного не происходит. Их окружают члены общины, зовут Игнатия Тихоновича, и он, в свою очередь, устраивает им допрос. Вы женаты? Да. Были судимы? Не были судимы. Зачем приехал? Откуда приехал? Когда родился? Как зовут? Имя, фамилия? Просит документы? И так далее. Что вы знаете о нас? Что побудило вас приехать под порядкового вопроса? И опять же, это может показаться странно, потому что все-таки поселок Потеряевка находится на территории Российской Федерации. Да, и что теперь? И любой государитель Российской Федерации вправе туда приехать. Однако, дело не в том, что они просто так не пускают туда чужаков, потому что им есть что скрывать. А дело в том, что опять же на своем канале они показывают видео, когда они ловят воров. Да любой мужик тебя бы ковал, да там говорится, а ходил, ноги, руки переломал тебя, чтобы ты... Отключаться? ...пот тебя ходил всю жизнь. А он нет. Ты нарвался-то на такого, ты знаешь, кто это перед тобой. Здесь полная лужа грязи, ты бы в ней валяться должен, просить прощения. И как можно увидеть, ничего страшного даже с ворами не происходит. Их просто по закону сдают полиции. А милиция-то, она делает свое дело. Это что, тоже в милиции приехали? Ну, ты тоже ничего не сделаешь. И даже к ним никакой агрессии не проявляется. Можно увидеть, как Игнатию Тихоновичу жалко вора. И когда он молится за этого вора, он даже плачет. Это несчастное Дмитрия, коснись, Господи. Дай ему страх, если твой. Доброе утро, вы меня слышите? Есть также видео, когда не доходит до воровства. Вот посмотрите сами. Вот пришли два пьяных человека из якобы соседней деревни. Как вы считаете, они туда пришли и для чего? Действительно чему-то научиться или все-таки своровать? Зачем милиция-то? Идите с Богом. Да я по-людски к вам пришел. Пожалуйста, заберите и уйдите меня вот сюда. Все, все, все. По-человечею. Идите по-человечею, сейчас я вас просил. Ступайте. Вы себя не уважаете. Это ты здесь бугорший? Понимаете, вы ищете приключение. Смотрю, он уже орыпается. Поэтому Игнатий Тихонович Латкин не жалует чужаков не потому, что им есть что скрывать, а потому, что чужаки ведут себя аморально и просто-напросто воруют. Воруют все, что попадается под руку. Бензин, продовольствие, лопаты, грабли и так далее. Только с этой целью Игнатий Тихонович Латкин с насторожностью относится к нечленам своей общины. Так, заберите его, пожалуйста, заберите. А по-хорошему нельзя. Нас просят, идите. Вы не настолько пьяны, чтобы не понимать. Фактор номер два, которым манипулируют люди, называющие Игнатия Тихоновича сектантом. Как я уже упомянул, в поселке Потеряевка есть детский лагерь. И в этом детском лагере есть свои уставы, свои команды, свои правила и так далее, как и везде. И одна из команд – это пятиразовый удар в колокол. Если колокол бьет пять раз, это значит, что детям нужно эвакуироваться. Значит, происходит какая-то экстренная ситуация. Например, пожар, нападение на лагерь, землетрясение или что-то еще. Так, еще раз. И вот однажды в поселок Потеряевка, в детский лагерь, приезжают чиновники с проверкой. И Игнатий Тихонович отдает команду ударить пять раз в колокол для того, чтобы чиновники не смогли поговорить с детьми. Однократно. Еще напоследок. Да мы не против. Ну вы доложите сейчас, сейчас. Добрый утро. Закончите этим. Увезете там, завтра меня арестуют. Ну, поинтересуйтесь, завтра посмотрите. Но затем всю беседу с чиновниками они записывают на камеру. Там аж три части, причем долгие. И в конце Игнатий Тихонович приглашает все-таки чиновников зайти и посмотреть. Я не разрешил. Не разрешил, потому что нет причины. А дальше я разрешаю вам. Просто как гостей принять. Я имею желание принять вас. Показать все, что вы пожелаете. Но вот эту вот часть почему-то люди упускают. Акцентируют внимание только на том, что приехали чиновники, им, детям дали команду эвакуироваться. Что же такое дети могут рассказать? Да ничего они не могут рассказать. Потому что Игнатий Тихонович сам позволяет снимать, что происходит у них в детском лагере. И как я сказал, без монтажа. Если бы он хотел что-то скрыть, он бы не снимал многие вещи, за которые тоже можно зацепиться. Ну, например, как он не разрешает разговаривать детям по телефону с родителями более там 20 или 30 секунд. Но он это снимает и показывает, потому что он ничего не скрывает. А то, что он не пустил чиновников и, вроде как, приказал детям уйти подальше, так это, может быть, друзья, потому что, когда приходят чиновники, то сразу возникают какие-то проблемы, даже там, где их быть не должно. Может быть, поэтому Игнатий Тихонович так заволновался. Вот видите, здесь нет ни подписи, ни печати. Вот, собственно, и всё. Это те самые два фактора, которые искажают для того, чтобы назвать Игнатия Тихоновича сектантом, а его общину с сектой. Существуют ещё всякие разные придирки, ну, которые с пальца высосаны. Например, говорят, что Игнатия Тихоновича там все слушаются, что все следуют его указаниям и приказаниям. Игнатия, он меня слышит? Он там просто чуть ли не бог, что его возносит до небес. Это всё неправда. Это вы тоже можете увидеть, посмотрев ролики на их канале, которые, ещё раз уточню, без монтажа. Да, он действительно лидер своей общины. И что же в этом такого? Его все уважают, его все действительно слушаются. Ты понял меня? Понял. Ну, послушайте, если мы представим, что 10 человек идут на шашлыки, то там тоже возникает свой лидер, который непосредственно стоит у мангала и раздаёт команды. Кому-то он говорит принести щепки, кому-то говорит помыть кастрюлю, кому-то насадить шашлык на шампура. И что же мы эти 10 человек тоже назовём сектантами? Нет. Игнатий Тихонович непосредственно лидер своей общины. Его действительно все слушаются. Но он не отдаёт приказы. Он просто руководит. И все добровольно его слушаются. Поэтому не надо не обижаться ничего. Благодарить Бога надо, и всё. Есть, конечно, там ещё и некоторые персонажи в этой общине, о которых тоже следовало бы упомянуть. Например, там есть некий роман. Роман. Везуваю, но они обманывают, понимаешь? Африка шире России. Ты можешь это представить? Он, конечно, православный человек, живёт по правилам общины, но у него очень интересный взгляд на мир. Он умудрился соединить православие с теорией всеобщего заговора и всеобщего обмана. Везде надо всё проверять, брат. Он, например, до сих пор верит, что Земля плоская. Он верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. И он даже готов вступить в дискут и даже доказать вам это. У меня ещё есть куча материалов, где подтверждает, даже Библия подтверждает, что Земля не может вращаться вокруг Солнца. Это очевидная ложь. Но вы не увидите её просто, понимаешь? Это очевидная ложь. Тем не менее, Игнатий Тихонович Лапкин не имеет вот к этой теории никакого отношения. И более того, если бы это была секта, я думаю, что Игнатий Лапкин не позволил бы такому выльнодумью. Однако, Роман живёт по законам общины, по православным законам, и то, что он там себе думает, никого не интересует, в том числе и их лидера Игнатия Лапкина. Я прекрасно здесь буду жить, и что? Есть ещё один интересный персонаж – Никита. Здесь дети, они всё видят, и как тебе ня-я-яй? Каждые несколько выпусков его постоянно Игнатий Тихонович отчитывает, ругает, упрекает, потому что Никита всё время делает всё как-то криво. Не там дерево срубит, не там подпилит, там пилу сломает, лопату что-нибудь не так копнёт и так далее. И вот Игнатий Тихонович его всё время ругает. Это уже приобретает такой конечный характер. Вы, если смотрите этот канал всё время, вы уже начинаете, как в сериале, болеть за Никиту, чтобы он наконец всё сделал правильно, чтобы его не ругали. Я не могу понять, он такой и есть, каких-то хромосом не хватает, или дуркует он. Ни одного дела нет, чтобы он делал, ну как принято, ущелого людей, а как, называется, полуманкурт какой-то. Зачем ты это сделал? Ну а сам Никита всё выслушивает покорно, прям как большой ребёнок. У меня очень, ну другого места такого нигде я не найду, может во всём мире, только здесь со мной могу так заниматься. Вот много. Ты не молчи только, потому что если ты молчишь, то я не вижу конца этого молчания, и вынужден говорить. А люди, которые смотрят, а что вы перебиваете говорить? Он хотел сказать. Вот, собственно, и всё на этом. Никаких адекватных зацепочек, чтобы назвать общину Игнатия Лапкина сектой, у нас на самом деле нет. Но почему же всё-таки существуют эти обвинения? Потому что, друзья, ненормальное общество, оно, как один большой организм, не может пережить, когда кто-то уходит из него и говорит, ты мне не нужна, я проживу без тебя. Что сделал Игнатий Лапкин. Представьте, человек в 91-м году приезжает в абсолютно заброшенное место, начинает восстанавливать посёлок, образует там свою общину, и говорит, не трогайте нас, мы нормально живём, у нас всё хорошо, мы живём в миру, мы живём честно, мы живём справедливо, всё у нас хорошо, всё у нас нормально. И общество не может этого пережить. Оно говорит, нет, так не бывает, ну мы же хорошие, а раз от нас кто-то ушёл, значит, это не мы ненормальные, это он ненормальный. Вывод, друзья. Если вдруг кто-то не разделяет вашу точку зрения, если кто-то не хочет с вами существовать по тем правилам, по тем принципам, по которым существуете вы, это не значит, что этот человек или эта группа людей ненормальные, бесноватые, что они сектанты, что они сумасшедшие. Это значит, что они просто не хотят так жить. И не нужно их клеймить. Если они никого не трогают, если они не причиняют никому вреда, оставьте их в покое. Пусть они живут себе сами по себе, никого не трогая. И их тоже трогать не надо. Чтобы всё было по любви, по слову твоему святому. Хвала тебя, Тебя, Сына Святой Дух. Аминь. На этой ноте я бы хотел закончить. Но про лайки и про подписку канала я вам напоминать не буду. Вы же знаете, что существует такая функция. Всем спасибо за внимание. До свидания. Ты не лезь, ты видишь, они маленькие девочки. Какие-то прямо, не знаю. И гляньте. Нет, пять лет. Ну, десять лет пройдёт, ты в атак будешь вокруг неё бегать, познакомиться хочу. Ты маленько, ты глянь, какие красавицы растут. Ну. Всем привет. Ну, вот такое дело. И у нас... Так, это мы можем убрать и вернуться к тому, что мы здесь считали. Вот пояснение. Я тут же составил ролик, который называется вот так. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои». Вот увидели где. Ну и дальше. Пишет. Так, теперь у меня дальше. Сейчас. Считай. Наталья Чернова. Пришла сделать фото на паспорт. Сказали снять платок. Я отказалась. Сказали фото на паспорт, не примут. Что так... Что так даже в правилах написано. Сказала. Фототик, как есть, в платке. Сказали, что могут за 50 рублей волосы пририсовать. Я отказалась. Не знаю, что в паспортном скажут. Как у вас это дело было? Игла. Натальюшка. Ни в коем случае не верь вашим незнайкам или лгунишкам. Не знаю, кто они у вас на самом деле. Наши все в платках на паспорт сфотографировались. И вообще теперь нет никаких препятствий к тому. Мы находимся на территории Российской Федерации. И если разрешено всем чеченкам, ингушкам, дагестанкам, осетинкам, татаркам и прочим мусульманкам быть в платках на фото, на паспорт, хиджабах, то исключениях противом быть не может. Мы перед законом мирским все одинаковы. Не соглашайся и иди к начальству. И труби громче. Это ваши чунуши и трусливые. Как бы чего не вышло. Трясутся за свое утробное теплое местечко. Только в платках. По-христиански. И не просто в платках, а двух. Нижний считается заповойник. Шаш... Шашмуру. Не прочитать уже никак. Шашмуру, ну прочитай еще раз. Шашмуру. Так на всех наших собраниях можешь видеть. А мы помолимся о вас. Наталья Чернова. Спаси Христос. Благодарю за молитву, Игнать Тихонович. Чувствовала вашу поддержку. Фото приняли без всяких расспросов. Действительно, фотоателье дурят нам голову. Я даже где-то в законе нашла, что можно и в платках фотографироваться. Спаси Христос. Владимир пишет. Мир вам. Был сегодня в городе, отправил на вашу карту 24 500 рублей за книги. Тысячи. Вот так. Это книги, которые получают. Артуру. Так, это он. Я ему пишу. Открыл ссылку. Благодарю за видеоролик. Вы злоумышленно ничего не исказили. И это прекрасно. Да благодарит вас Господь Бог. Если еще в том же духе будет у вас о нашей местности, то уведомляйте нас. А тут я его вчера отметил. Город Ульянов, Голубево, Екатерина. Получили посылку в целости и сохранности. Три книги, календарь и визитки. Спасибо вас, Христос. Благодарим за подарки. Вот три фотографии. Я теперь хочу показать это. Все это люди исполняют. И никаких вопросов вообще не возникает. Вот здесь я сейчас покажу, которые пришли в снимки. А где-то она тут не видать даже. А куда она могла деться? А вот она, где Голубева Екатерина. Вот три фотографии прислала. Посмотрите. Вот три наши книги. Вот она держит книги. Они два раза выписывали. Для Слова Божьего нет. Это УЗ и Симфония. Симфония. Вот отдельно, который первый раз положил. Все. Мы в архив уже это все складываем. Получила. Так это не все, а получила. Дальше. Еще другие получили. Сейчас увидите. Другие. Так они под фамилией. Вот как сделали. На снимки, главное, сделали. Посылка пришла. И на наш снимок наложили. Это вообще. Вот посмотрите. Никогда еще так не было. Вот. Вот она держит. Там сайт открытый. Наш, да? Да. Вот видишь как. То есть это о чем означает. То есть они уважают наш сайт. И вот оно где. Новый Завет. К истинному православию. И теперь во свете Библии сайт. Это тоже первый раз. Такой. Но я благодарю Бога, что такие люди у нас интересные. Да, дорогой. Сразу. Двое получили. Теперь мы уже пометку делаем. Что они получили. Я убираю их с экрана. Все. Так. Там мы прочитали. Вот вчера интересно. Статья была такая. Прочитай ее. Эта история произошла в 1961 году в Антарктиде. В Антарктиде. В Антарктиде. В Антарктиде. В Антарктиде. 27-летний доктор Леонид Рогозов участвовал в антарктической экспедиции. 29 апреля Леонид заболел. Как опытный хирург он определил, что у него острый аппетинцит. Но так как он был единственным врачом на станции, а погода была нелетной, он решил делать операцию сам. При помощи метеоролога, подавшего инструменты и водителя, державшего зеркало и направляющего свет от настольной лампы, врач произвел себе местную анестезию и начал операцию. Которая продлилась около двух часов и не прерывалась на время, когда он терял сознание. Представь, живот вскрыл себе, теряет сознание, и они стоят двое, то они еще не знают, что делать дальше. Кавычки открыты. Я не позволял себе думать ни о чем, кроме дела. Мои бедные ассистенты. В последнюю минуту я посмотрел на них. Они стояли в белых халатах и сами были белее белого. Я тоже был испуган. Но затем я взял иглу с новоконгином и сделал себе первую инъекцию. Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования. И с этого момента я не замечал ничего иного. К полуночи операция, длившаяся 1 час 45 минут, была завершена. Через пять дней температура нормализовалась. Еще через два дня были сняты швы. Леонид Рогозов стал известен всему миру. Понимаешь, когда считаешь, и даже на него не верится, какие люди-то. Это вообще удивительно. И вот он как операции делает. Посмотри, кто-то сфотографировал, там был фотоаппарат, значит, смотри. Это он у себя внутренности в кишках возится. Лежит и в подушках, а там ему светит где. Раз он обезболил, то у него на мозге же это все течет. И он начинает, сам в анабиоз подавит. Это похоже на реконструкцию ваших. Ну тут, конечно, отзывы. Все, бывает везде там отрицательные, разные. А это нет. Здесь все замолчали, что такое. Сделать, это вещь невероятная. Это невозможно. Даже представить, как это можно так сделать. Ну и дальше. Вчера вышел ролик один, вот такой называется. Миллионы русских для Христа. Наталья Пести. Это когда у Ярлы Пести умерла жена, он женился. И она была намного моложе его. И она тут же в студии стоит, я могу даже показать. И берут у нее интервью. Вот она где. Вот она где. Вот эта беременна, когда-то там попала. Дальше с ней говорит он. Выверяли, чтобы это было в духовном отношении, чтобы фраза была построена правильно, чтобы это было просто, чтобы это было ясно, чтобы это понял самый простой человек, бабушка или разбойник в тюрьме. Ну, чтобы она дошла до сердца. То есть он старался все, все сделать. Это она ему рассказывает. О Ярлы Пести. Это его жена, повторяю, вторая жена, когда та жена умерла. И вот на него напали баптисты. Напали, мне прямо звонили оттуда. Вот такой был, теперь от него отвернулись. За что? Но вот он женился, она моложе его. Ну ладно, он взял бы старше. Ему по 90 лет. И он бы взял старше себя. Таких и нету невест больше. Нигде нету. Ну, возьми Богородица, Дева Мария, держит ребенка на руках, ей не полных 15 лет. А Иосиф, он-то считали, что от Иосифа ребенок-то. Ему 72 или 76 лет. Ну, делай разницу-то. У них разница в 60 лет была. И все нормальные, даже никто его не ругал, Иосифа, за это. Вот это вот всему надо учить. Я еще напишу ей про это, Наталья-то. Так. И я им решил, внизу, комментарий сделал. Считай. Мой день рождения 10 июня 1939 года. Родился в старообрядческой беспоповской семье. Знал о Боге, рае и аде только со слов моей матери, Марии Егоровны. Рай – это для святых, которых видел на иконах. Ад для остальных и для меня. Евангельского слова не слышали, не держал Святой Библии в руках. После армии, будучи уже гоним от властей, уехал в Латвию. Корабль – мореходное училище, Балтика. И на берегу, в городе, у Иеремеевых, Михаил Иоаннов впервые получил в руки Святой Евангелие на русском языке. Ну, прочитай фамилию. Иеремеевых. Ну, ударяй, это Е-ре-ме-е-вых. Две Е. Ну, я так прочитал. А ты Иеремеевых считаешь. Дальше. И там в 23 года сознательно покаялся и принял Христа Иисуса, как моего Спасителя. В семье у нас было 10 детей. Возвестил всем. 8 человек обратилось к Богу и мать моя. Там я впервые услышал пламенные проповеди Ярла Николаевича. Будучи и оставаясь православным, я распространял его проповеди всюду. И когда меня арестовали, не первый раз и судили в 1986 году, то обвинение мне ставили в проповеди Ярла Николаевича. Звучание их было на 136 часов. Запись чистая, полученная из его студии через латышских друзей. Его проповеди распространил... Слава Иисусу Христу! На катушках звучание каждого было 8 часов и 20 минут. По всему Союзу в тысячах экземпляров. Потом мы переписывались. Он просил прислать ему мои проповеди, которых было около 4 тысяч. Ярлу Николаевичу я задавал только один вопрос. Как при таком знании, содержании Святой Библии, он никогда не говорит об истинности Христовой Церкви? Где она? Не говорит об истинности рукоположения, о непременной непрерывности от апостолов Хиротонии. Почему? Послал ему свою книгу. Для Слова Божия нет уз, которого он весьма одобрил. И в переписке нашей он никогда даже не пытался ответить на этот сакральный вопрос, уничтожающий слова конфессия, деменнация, которым скрывает только одно слово – ересь. У меня вышло из печати 38 томов по 752 странице. В моих книгах имя Ярла Пести упоминается 89 раз. Это суд был, когда и приговор был. Какой? Кавычки открыты. Однако Лапкин по существу ввел в заблуждение правоохранительные органы. Освободившись из подстражей 10 октября 1980 года, он продолжил свою преступную деятельность. Начав в 1978 году по 1984 год, периодически производил перезапись магнитной лент проповеди Ярла Пести. Произведений? Произведений Ярла Пести, руководителя зарубежного центра радиовещания на СССР. Магнитной записи в этот период Лапкин растережировал и распространил, указано кому. Далее из показаний подсудимого Лапкина следует также, что он был осведомлен о том, что распространяемые импро произведения не имеют официального издания в нашей стране. О проповеди Ярла Пести прослушивались лично Лапкиным и по прямой трансляции из-за рубежа. Он размножил нелегально изданный так называемый Советом Церквей евангельских христиан-баптистов произведение Рогозина «20-й век христианства», неизвестного автора и другие работы. Ты как будто здесь запятую сам ставишь, и дальше уже неизвестный автор. Да как раз к неизвестному и относятся. «20-й век христианства» неизвестного автора. Дальше и... Другие работы, в которых содержатся ложные измышления о государственном и общественном строе СССР. По магнитной дорожке он пошел по стопам еще одного западного, ловца душ, руководителя зарубежного центра радиовещания на СССР Ярла Пести. Этот, в позволении сказать проповедник, наряду с пропагандой религиозных взглядов по поручению антисоветского центра, славянская миссия, клевещет на советское государство и призывает к отказу от активного участия в строительстве социализма. Его Игнать Тихонович с особым усердием будет рекламировать. «Краевая газета», «Алтайская правда», ответ Лапкина и журналисту газеты. Это уже здесь, да? Дальше я говорю. И лгали эксперты, лгал следователь, лгал суд, лгал газетчик, лгали до усталости, до умопромочения. А я все твердил, заклинул именем Христа. «Покажите мне в трудах Рогозина, Ярла Пести, то, что подсудно по статью 190 прим. Ложное измышление, порочащее общественно-государственный строй. Ярл Пести, клевещет на советское государство». Это они говорят, в кавычки взяты. Это я беру из обвинения и говорю, ответ мой. Ответ. В проповеди всемирно известного проповедника, лучшего из лучших, духовного наставника Ярла были представлены в обвинении на 15 кассетах, то есть на 136 часов звучания благовестия. Эксперты, затребованные мной для переэкспертизы, они отдали бы, быть может, назад те 251 рубль, которые заплатили им за лжеэкспертизу. Только бы найти в 136 часах хотя бы 30 слов подтверждения своей клеветы на проповеди Ярла. И не нашли даже слова, ни единого. И хотя при переэкспертизе на суде включали кассеты с записью трудов Рогозина, но труды в проповеди Ярла Пести даже не включили, хотя я о том просил и умолял. Но судья безмолвно смотрел на меня ни звука. Прокурор насупился, опустил глаза. И подумал я радостно. Слава Богу, все же где-то там, под толстым слоем казенщины и равнодушия к судьбе моей и ко всему, кроме своего грешного оклада, есть где-то, видимо, и чувство стыда, хотя бы эмбрионном зачатии. Яр Пести, мой любимый проповедник, получила он от меня книги. Жена пишет, мы читали со слезами. Не скрывая того, что я сторонник, любитель слушать проповеди Ярла Пести и считаю его лучшим проповедником их всех, каких я знаю. Я в поезде включал проповедь Ярла Пести, и человек слушал и говорит. Вот что он говорит, я в это не верю. Но что он верующий, в это я поверил. Какие слова, какой напор, какой огонь. Нужно не просто сказать, а так, чтобы люди почувствовали осязаемость истины. Да, мы идем за Богом. В неверии вашем вы умрете. Ищите Бога, пока не поздно, чтобы каждый дрогнул от евангельских слов и знал, что Господь близко. Чтобы слушающие могли сказать. Если уж верить, то верьте вот как и указали бы на тебя. Одна проповедь Чарла Спержина и Ярла Пести перетянет все академии и все миндражи православные и все разорительные хаджи по святым местам. Как Ярл Пести проповедовал, он и Златоуста, и Василия Великого, и життя святых цитировал. И дальше я говорю, выходите на наш сайт, вот фото, где данные выдал. А с Артуром еще разговор пошел. Он говорит. Посмотрел ваши комментарии, очень рад, что вам понравился мой обзор. Спасибо за добрые слова. Я отвечаю. Злой человек не может так рассматривать наши труды и жизнь всю, как вы. Главное то, что верен нашей. Мы православные, не актеры и не сталкиваем наши нерешенные вопросы на попов. Или еще выше, или ниже. Но с Божьей помощью стараемся их решить достойно. Артур Алехин. Посмотрел ваши комментарии, очень рад, что вам понравился мой обзор. Спасибо за добрые слова. Дальше. Игла. Вот бывший председатель так называемого миссионерского отдела, бывший преподаватель университета Максим Степаненко пишет о мне лично. Он не из нашей общины. Но если будет время, то не пожалеете, прочитав написанное им. Как узнать истину в любом деле? Он, побывав у нас один раз, сумел увидеть то, что другие, живя рядом, с нами не увидели. Внимательно проследуйте за ходом его рассуждений. Проследуйте. Внимательно проследите за ходом его рассуждений. И еще, если будет нужно что-то без искажения брать наше, можете употреблять из нашего арсенала. А это 6880 наших видеороликов на нашем видеоканале во Свете Библии. А вот тут я как раз показываю, если открою, то как раз и выйдешь на Степаненко. Два ролика его. Но они даже не ролики, а в его ворде. И поясню, что такое игла. Это аббревиатура из моих кровных именей и фамилий. Игнатий Лапкин. Возьмите по две буквы, и будет игла. Это не игла, ибо буква Л большая. Для краткости так и пишу. Тут нет ворованного ничего. Игнатий Лапкин. Игла. Имеет для меня более глубокий смысл. И он вот в чем состоит. В полной Библии 77 книг с неканоническими книгами. И в этой полной Библии 669 284 слова. А вот слово «игла» встречается всего только один раз. Экклесиаз 12.11. Слова мудрых, как иглы, и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И слово «лапка» встречается во всей Библии только один раз. Притча 30 глава 28 стих. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И тут я зацепился за эти слова, которые мне даны от рождения. Имя Игнатия в переводе с греческого означает «неизвестный», а в переводе с латинского «огниный». Имя получилось ей во святом крещении, а фамилию наследственна от отца. Это Шариков так говорил, я взял. И кроме того, я глубоко верующий и во многом не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви, хотя я нахожусь в ней. И слова мои многим не нравятся, они колют их. Я простой сторож и печник, охраняя и обогревая многих. Не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли и в разных странах. Артур Алёхин. Обязательно прочту. Ваш канал я смотрю регулярно и, конечно, буду делать ссылки на ваши видеоматериалы, так как считаю, что всегда нужно брать информацию из первоисточника. Игнатия Игнатия, можно задать вам вопрос. Как вы относитесь к Александру Меню? Лично мне очень нравятся его проповеди, его книги. Я их часто читаю и перечитываю. И у меня есть аудиозапись, на которой вы общаетесь с отцом Александром. Как показалось мне, вы не разделяли его взглядов в этой беседе. Что вы о нем думаете? Как к нему относитесь? Игнатий Лапкин. В 20-м томе открытым оком помещен уже в орден наш разговор на нашем сайте во свете Библии. Я причащался у него, и у меня где-то есть его проповеди на 16 часов. Царство ему небесное додаст Господь. А вот эту фамилию не ставили? Так не то. Завод дверей они назывались. Ну, я найду, кто они. Здравствуйте. Благодарим вас, Игнатий Тихонович. Посылка дошла. Высылаю вам фото. Прошу вас поблагодарить от нас, отправителя нашей посылки, Пащенко Владимира. С Пасха вас, братья и сестры. С уважением. Вот видите, и ты получил благодарность. Теперь мы это посмотрели. У меня еще есть один материал, я хочу других ознакомить с ним, потому что он прямо касается сегодняшнего дня. Вот. Прямо сейчас как будто бы. Потому что события были такие, в Санкт-Петербурге, взрыв был. И называется предупреждение свыше. Согласно учению церкви, Господь Бог есть промыслитель. Кавычки открыты. Веруем, что все существующее, видимое и невидимое, управляется божественным промыслом. Впрочем, зло, как зло, Бог только предвидит и попускает, но не промышляет о нем, так как он не сотворил его. А происшедшее уже зло направляется к чему-либо полезному, верховной благостью, которая сама не творит зла, а только направляет онное к лучшему, сколько это возможно. Послание восточных патриархов о православной вере. Член пятый. Член пятый. Кавычки открыты. Промышление есть воля Божия, которой все существующие надлежащим образом управляются. Все. Да, все. Бог есть и творец, и промыслитель. То, что зависит от промышления, происходит ли от благоизволения Божию. По благоизволению Божию. Или по попущению. Так. Преподобный Иоанн Дамаскин. Глава 49. Именно об этом говорит Господь. Недвели малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Вашего. У Вас же и волосы на голове все сочтены. Матфея 10 глава 29-30 стих. Да. Ну что, замолкай. Ну считай. На, поднять повыше. Да тебе что? Промысел Божий проявляется в наказании людей, которые требуются для благих целей. Кавычки открыты. Он употребляет все меры, чтобы удержать их от греха, воспрещает его своими законами, угрожает за него наказанием преступникам. Исход 20 глава с 1 по 18 стих и другие. Действительно наказывает их бытие 7-7. И следующее. 19-24 бытие. Исход 17 глава и другие. Митрополит Макарий. Часть 1 глава 2. И какие материалы большие дают? Все вышесказанное означает, что его с головы не упадет без воли Божией, не говоря уже о более серьезных событиях. Ничего случайного в нашей жизни не бывает. Только такое понимание, предлагаемое Церковью, позволяет нам адекватно воспринимать, оценивать и делать правильные выводы из любых происшествий. Однако многие люди не хотят верить в то, что Господь стоит за происходящими событиями, что Он наказывает и Он же милует. Поэтому Господь зачастую делает тонкие намеки через даты событий, чтобы даже самые упрямые не смогли отрицать совпадения. А остальные наконец-то увидели в мере своих сил духовный смысл происходящего. Так, 22 июня 1941 года началась война. В этот день Церковь отмечала День всех святых в земле российской просеявших. Еще интересно, цифры, когда считают, цифры тоже склоняются. И ты их только выменительно подерживаешь. Вот аппаратура, когда дает, она... И мы пересылаем письмо Лапкин-Игнати. Июнь она не может достать. Вот это живой человек. Так, 22, а не 22 июня. Какого? 22? Нет, чего? Родительный падеж. 22 июня. Да понятно, да? Да. Давай. Многие современники тех событий, а также современные священники и епископы, включая святейшего патриарха Кирилла, увидели в этом ясное и недвусмысленное наказание за гонение Церкви, за массовое убийство православных христиан. Тогда Господь совершил отмщение врагам своим. Но нужно также заметить, что и победа в этой войне пришлась на 6 мая 1945 года, когда Церковь праздновала Пасху Христову и День священномучника Георгия Победоносца. Очевидно, здесь была рука Божия. Он наказал, и он же помиловал. Так как произошло, хотя и не полное, но все же покаяние народа и накал гонений со стороны власти был снижен. Он показал, что и начало Великой войны, и ее конец в его руках. И за современными событиями также стоит Господь. Так, Евромайдан в Киеве начался 21 ноября 2013 года, когда Церковь праздновала собор Архистратига Михаила, покровителя города Киева. Сейчас уже не возникает сомнений, что это было началом наказания Божьего и разрушения страны. Далее. 17 марта 2014 года Верховный Совет Атономной Республики Крым провозгласил Крым независимым государством и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Крыма в свой состав. В этот же день президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Крым. 18 марта был публично подписан и широко освещен в СМИ договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии последней в состав Российской Федерации. А 18 марта Церковью, как это неудивительно, отмечался один из дней памяти святителя Луки Крымского. Рядом, как так? Архиепископа Симферопольского, ныне одного из небесных покровителей Крыма. Только рьяно, упорствующий в своем нежелании признать Божие вмешательство в нашу жизнь, Божие управление этим миром, может все это считать случайностями и совпадениями. Как сказал Господь про таких людей, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня не насти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице небо вы умеете, а знамения времен не можете. Луки 16 глава, со 2 по 30 стих. Недавнее чудовищное преступление в Санкт-Петербурге не является исключением. Ее теракт, как и любое другое событие, не является случайностью. То необходимо понять, по каким причинам для чего Господь попустил этому совершиться. Ты понимаешь, окончания у тебя не четкие. Совершиться. Вот так считай, чтобы... Нам предоставляется... Нет, не предоставляется, а представляется. Это разные слова. Нам представляется, что сделать это будет не столь сложно, так как и здесь не обошлось без ярких совпадений. В кавычках совпадений. Теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля, а 4 апреля отмечается память святого Исаакия Долмацкого. Некоторые спросят, где связь? Дело в том, что в честь святого Исаакия Долмацкого освящен Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. А что предшествовало теракту? 28 января и 12 февраля прошли многочисленные акции противников возвращения Исаакиевского собора церкви, в котором принимали участие депутаты закона собрания. Законодательного собрания. 26 марта состоялся массовый антикоррупционный митинг, среди участников которого было множество активных противников передачи Исаакиевского собора церкви. То есть, де-факто, на виду с антикоррупционной темой, вопрос противодействия возвращения собора также был на повестке митинга. Таким образом, с начала 2017 года часть горожан вместе с депутатами, которых также выбрали горожане, трижды активно и массово выступали против возвращения церкви, отобранного большевиками храма Божия. И вот в канун престольного праздника храма происходит теракт. Такое вот совпадение, в кавычках. Некоторые возмутятся. Неужели Бог наказал погибших в теракте за то, что горожане были против возвращения храма Божьей Церкви? Разве не исламист совершил теракт? Нет, мы такого не утверждали. Для каждого из погибших была своя причина умереть в этот день. И мы не считаем грешнее остальных жителей. Но сама массовая гибель не была случайностью. И кроме злой воли исламиста, совершившего теракт, и который, конечно же, виновен. Здесь есть духовный смысл. Об этом говорит Господь. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня селамская и побила их, виновен всех живших в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Луки 13 2 4 5 стих. Такие события являются призвом покаяния всем остальным. Так изъясняет это блаженный фифилак болгарский. Кавычки открыты. Башня, упавшая селами, была предуказанием на то, что имело впоследствии случиться с этим народом. Примером немногих тогда погибших она вразумляла многих, что и они потерпят большое зло. Ибо башня служила пред изображением целого города, а те погибшие 18 человек целого народа. Действительно, когда город палок и та, когда вместе с ним погиб и весь народ упорной неверии. Это должно быть для нас уроком при всех ежедневных случаях. Кавычки закрыты. Очевидно, этот теракт является громогласным предупреждением всем горожанам. А если знать житей Святой Исааки, то можно еще более удивиться происходящему. Как повествует святитель Дмитрий Ростовский, во времена Святой Исааки действовал нечестивый император Валент, защищавший ересь арианства и способствовавший ее распространению, который поднял гонения на правоверных христиан, повелел запереть святые храмы, дабы в них не совершались обычные божественные жертвы. Ничего не напоминает? А он теперь так, кто пишет, это ничего не напоминает вам? Это то самое, что сделали большевики с Исаакиевским собором, запретили в нем богослужение. Это то, чего де-факто желают противники возвращения храма. За это, как продолжает святитель Дмитрий, Бог воздвиг на нечестиво царя Валента варваров, именно варваров, живших в то время по реке Дунаю, собрав все полки свои, полки свои, начали войну с греками. Виноват. И сейчас барвары-исламисты ведут войну против русских, а террористический акт является одним из актов этой войны. И вот, как повествует святитель, кавычки открыты, в то время, как Валент выходил из Константинополя с полками своими, блаженный Исааки зашел вперед его и громогласно воскликнул, царь, отоприк храмы для правоверных, и тогда Господь благописпешит пути твоему. Но царь не отвечал ему, презирал его, как простеца и безумца. Не придав значения словами он продолжал путь свой. На другое утро блаженный старец, подойдя к царю, опять сказал, открой, царь, храмы для правоверных, и тогда война окончится для тебя благополучно. Ты победишь врагов своих и возвратишься домой с миром в добром здравии. И на третий день блаженный старец снова подошел к царю, взяв за узду коня, на котором он сидел. Исаакий начал еще усерднее просить, увещевать царя открыть храмы, в противном случае грозил ему судом Божием. Кавычки закрыты. То есть святой Исаакий призывал открыть храмы Божии, призывал отдать их православным христианам и предупреждал, чем грозит отказ возвращать храмы. Именно возврату, как и нечестивый Валент, сопротивлялись горожане и депутаты Санкт-Петербурга. Удивительные параллели, не правда ли? В итоге император Валент так и не послушался призывов и не вернул храмы церкви. И случилось то, о чем предупреждал святой Исаакий. Кавычки открыты. Между тем греки сошлись с варварами, битва была весьма жестокая. По попущению Божию победили варвары, согласно пророчеств святого Исаакия. Многие из греков пали от меча. Сам царь Валент был ранен и не будучи в силах противиться врагам, обратился в бегство. Варвары же преследовали греков и посекали воинов греческих как траву. Они настигали уже и самого царя, который бежал лишь с одним советником своим, военачальником Арианином, посоветовавшим ему не слушать Исаакия. Поехав к некому селению, он увидал сарай, в котором лежала солома. Так как конь его был уже утомлен, он слез с него и скрылся в том сарае вместе с советником своим. Но не укрылся он от карающей руки Божией, потому что варвары, преследующие его, доехав до того селения и узнав, что в том сарае скрывались греки, подожгли его со всех сторон и сожгли до основания. Так погиб окаянный царь тот и его злой советник, в кавычки закрытый. Все происходящее настолько прозрачно для православных, которые знакомы со священным писанием, церковной историей и же не описанием святых, что не нуждается в особых доказательствах. Всем же жителям Санкт-Петербурга стоит задуматься о том, что случайности в кавычках не бывает, а теракт очевидно является предупреждением свыше. Не должен идти войной против Бога. Это плохо заканчивается даже здесь на земле. Алексей Алексеев. И дальше откуда взято? Видите, какой материал очень поучительный и правильный и жития святых и местами писания он указывает на это. Это вот то, что я хотел показать. И далее наши ресурсы немножко хотя бы глянуть. Это у нас вот Мой мир как раз уже с этим с Артуром поставлено здесь. Вот смотри как здесь я в шапке. Тут можно почта дается и далее. Мне интересно вот наш форум православный форум Игнатий Лавкин. Вот смотрим сейчас. Я каждый раз показываю посещаемость вчера была какая. 909 человек. А так обычно 350. С чем-то связано. Кто-то помогает или работает я не знаю. Но во всяком случае вот так. Ну и наш видеоканал. Вот наш видеоканал. На него заходить можно. Слушать. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. и далее наш сайт. Православный библейский сайт. Из него мы вот самые главные вопросы здесь по папкам несколько вопросов дополним до часовой чтобы был. Что у нас здесь утром? Священство этого утреннее. Давай прочитаем. Считай. Вопрос 940. Третий том открытым оком. Возможно ли обличать священника? Владыка Сюльян сказал тот кто будет обличать священника будет отключен от церкви. Батюшка открывает афериста Батюшка покрывает Батюшка покрывает афериста который затратил 9 миллионов церковных денег. Бухгалтер со слезами на глазах упал в ноги и признался что 2 миллиона покрыто лицевыми чеками а 7 миллионов неизвестно где. у старобрядцев в Новосибирске я отвечаю там где нет обличительного глаза вытекающей реки там идет гниение гниение затклое гниение да. носят приговор себе вот так притча 29.1 человек который будучи обличаем ожесточает вывес свою внезапно сокрушится и не будет ему исцеления вот один раз сказал два раза три он наглеет а я понял что Бог решил его погубить это я отвечаю как только возникает какая нужда мы объявляем священники такие же люди только более грешны чем их овцы и если они себя выводят из под обстрела критики как члены ЦК КПСС значит приговор себе они подписали Бог сотрет порошок и заменит другими притчи 9.7 получающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий нечтиво пятно себе притчи 15.12 не любит распутные обличающих его и к мудрым не пойдет притчи 24.25 обличающие будут любимы и на них придет благословение притчи 28.23 обличающий человека найдет после большую приязнь нежели тот кто льстит языком амоз 5.10 а они ненавидят обличающих в воротах и гнушаются тем кто говорит правду абсолютно точно я это каждое слово запоминаю ну почему ну потому что так и есть все все ну слава Богу благодарю